В конце 1970-х годов орбитальный аппарат Viking Eye NASA сделал снимок, который разжег воображение людей по всему миру. В регионе Кедония на Марсе затененная плата напоминала человеческое лицо, с глазами, носом и ртом. Фотография была вскоре опубликована, и то, что могло бы быть воспринято как обычное природное образование, внезапно стало объектом бурных спекуляций. Средства массовой информации публиковали этот снимок с сенсационными заголовками. Неужели это памятник, оставленный древней цивилизацией? Неужели мы только что наткнулись на доказательство существования разумной жизни за пределами Земли? Даже собственное описание NASA, называющее это плато, похожим на человеческую голову, мало способствовало утиханию ажиотажа. Эта фотография стала культовой, своего рода внеземным тестом Роршаха. Ее публиковали в таблоидах, обсуждали в ток-шоу и показывали в документальных фильмах. Для многих это было не просто игрой света и тени. Это ощущалось как контакт, но, как мы позже узнали, лицо на Марсе оказалось не тем, чем казалось. Тем не менее, искра, которую оно зажгло, горела десятилетиями, вдохновляя серьезные исследования и маргинальные теории. И как только история начала утихать, наука вернулась с новыми инструментами и более острым взглядом. Спустя десятилетия после того, как фотография с викинга Паймер потрясла мир, NASA вернулась в Сидонию с более совершенными технологиями. В конце 90-х годов и начале 2000-х годов снимки высокого разрешения с аппаратов Mars Global Surveyor и Mars Express дали гораздо более четкое представление. Знаменитое лицо больше не выглядело как драматическая скульптура в песке. Это оказался просто выветренный холм, бугор, сформированный природными силами за миллионы лет. С определенного ракурса и при определенном освещении тени создавали иллюзию человеческого лица. Это явление известно как парейдалия, склонность мозга находить знакомые образы, например лица, в случайных или хаотичных визуальных формах. Это тот же самый обман восприятия, который позволяет нам видеть животных в облаках или фигуры в скальных образованиях, на Марсе. Этот эффект усиливался низким разрешением первых снимков и психологической жаждой контакта с другими цивилизациями. Когда лицо на Марсе рассмотрели в более высоком разрешении, его загадочность исчезла. То, что раньше казалось результатом осознанного замысла, теперь оказалось простым совпадением. Никаких глаз, никакого рта, только камень. Тем не менее, это открытие мало повлияло на культурный эффект. Миф уже пустил корни, и как мы увидим, это был не последний раз, когда марсианские камни обманывали наш взгляд. Почти полвека спустя после загадочного снимка викинга на Марсе появилось новое лицо. На этот раз его запечатлел марсоход Персеверанс. Снимок, сделанный в 2024 году, запечатлел каменное образование, поразительно напоминающее человеческое лицо. Высокий лоб, глубоко посаженные глаза и даже углубление, похожее на рот. Снова заголовки зашумели. Социальные сети вспыхнули обсуждениями. Неужели мы обнаружили еще один монумент? Но на этот раз все было иначе. Ученые быстро объяснили изображение очередным случаем Парейдолии. Камень был результатом эрозии, сформирован древним ветром и, возможно, текущей водой. Это было захватывающе, но не искусственно создано. Тем не менее, скорость, с которой распространилось изображение, показала, что идея лиц на Марсе не утратила своей силы. Люди все еще хотели верить. Интересно, что это новое лицо было запечатлено в совершенно другом регионе, не в Сидонии, а рядом с кратером Джезера. Это напомнило нам, что на Марсе тысячи различных форм рельефа, и чем больше мы исследуем, тем больше знакомых очертаний обязательно найдем. Но то, что что-то выглядит по-человечески, еще не значит, что это было создано людьми или кем-то похожим на них. Тем не менее, один камень вызвал еще больше споров. В начале 2025 года марсоход Perseverance заметил темный грубый камень, вызвавший общественный интерес. Его зазубренные черты и полы, похожие на глаза впадины, делали его похожим на человеческий череп. Изображение стало вирусным. Некоторые утверждали, что это окаменелость, другие настаивали, что это что-то искусственное. Но ученые НАСА быстро занялись расследованием. Используя инструменты на борту Perseverance, включая лазерный анализ Суперкам и изображение Масткам Зэй, исследователи определили состав объекта. Это была базальтовая порода, вероятно вулканического происхождения, богатая магнием и оливином. Далеко не череп, это был продукт геологической истории Марса. Трещины и ямки, созданные эрозией, сформировали форму, которую наш мозг распознал, но все это было делом природы. Камень, получивший прозвище череп Холм, стал классическим примером ошибочной идентификации. Но он предложил нечто более ценное, чем просто загадку, подсказки о прошлом планеты. Его минеральный состав указывал на вулканическую активность и условия окружающей среды, которые могли поддерживать наличие воды. Этот череп был не знаком смерти, а шепотом планеты, которая все еще раскрывает историю. Однако это была не единственная странная формация в кратере Езера, привлекшая внимание ученых. Среди множества любопытных камней, с которыми столкнулся Персеверанс, немногие также визуально впечатляют, как так называемый камень-зебра, также известный как замок Фрея. С яркими, чередующимися светлыми и темными полосами, этот камень резко выделяется на фоне красной марсианской почвы. Его слоистый вид кажется почти слишком точным, словно нарисованным вручную. Но, как всегда, этому есть геологическое объяснение. Ученые считают, что камень-зебра – это либо осадочная, либо метаморфическая формация, возможно принесенная с возвышенности и отложившаяся со временем. Его полосатая текстура, вероятно, образовалась из-за различного минерального состава, наслаивавшегося на протяжении веков под давлением и изменениями. В отличие от лица или черепа, эта формация не напоминает ничего человеческого. Но она вызвала вопросы о силах ее создавших. Происхождение камня связано с древними потоками, возможно, когда вода текла по кратеру езера. Изучение структуры помогает ученым собрать головоломку истории среды Марса. Это напоминание о том, что даже без лиц и символов Марс все равно рассказывает свою историю, слой за слоем. И некоторые из этих слоев страннее любой выдумки. Когда метеориты сталкиваются с Марсом, сила удара радикально изменяет поверхность. Эти столкновения создают кратеры, разбивают камни и разбрасывают обломки на огромные расстояния. Со временем эрозия может смягчить эти образования, придавая им странные и зачастую симметричные формы. Некоторые из этих образований выглядят почти как нарочно созданные. Пирамидальные холмы, валуны в форме кубов или вытянутые гряды. Но все это часть естественного процесса. Места ударов часто обнажают более древние слои пород, раскрывая геологическую историю, которая в противном случае была бы скрыта под поверхностью. Иногда хаотичное расположение расколотых камней может напоминать сооружение. Здесь ряд блоков, там острый край. Но ученые спешат объяснить. На Марсе нет тектонических плит, как на Земле. Эти формы не результат строительства, а следствие насилия. Один хорошо задокументированный случай – удар вблизи региона Элизий, где фрагментированные камни образовали очертания, напоминающие квадрат. Это ненадолго попало в заголовки. Пока съемка и анализ контекста не подтвердили, что это результат эрозии и трещиноватости, Марс может казаться скульптором лиц и стен, но делает это вслепую, с помощью жара, давления и времени. А иногда последний штрих добавляет ветер. Марсом это планета ветров. Без океанов и густой растительности ничто не мешает постоянным ветрам планеты формировать ее ландшафт. За миллионы лет эта непрекращающаяся эрозия вытачивает из камня причудливые формы. Гладкие арки, зубчатые башни и изгибы, напоминающие творения художников – все это рождено песком и временем. Эти природные скульптуры иногда принимают за руины памятники или орудия. Эрозия, вызванная ветром, на Марсе происходит иначе, чем на Земле. Меньшая сила тяжести и разреженная атмосфера приводят к тому, что пыль и песчинки движутся особым образом. Многократные столкновения этих частиц постепенно разрушают открытые поверхности. Со временем более мягкие минералы стираются быстрее, оставляя после себя острые края. Именно избирательная эрозия объясняет, почему некоторые образования выглядят геометрически или симметрично. В таких местах, как формация медузы Факеи, целые склоны холмов были сформированы в плавные, слоистые узоры. На первый взгляд они могут напоминать обрушившиеся храмы или рухнувшие стены, но на самом деле это лишь результат долгой и терпеливой работы природы. Ветер всегда был величайшим скульптором Марса, и он продолжает творить даже сейчас. Однако помимо ветра и камня, важную роль в том, что мы видим, играет само восприятие. Параидолия – это психологический феномен, при котором наш разум находит знакомые образы, особенно лица, в несвязанных визуальных объектах. Именно поэтому мы видим животных в облаках или выражения лиц в электрических розетках. Наш мозг устроен так, чтобы быстро распознавать лица. На Земле этот инстинкт помогает нам читать эмоции и выстраивать доверие, но на Марсе он вводит нас в заблуждение. Когда мы смотрим на фотографии марсианского рельефа, наш мозг, стремящийся к поиску образов, сразу включается в работу. Темный камень с двумя впадинами превращается в пару глаз, трещина на выступе становится ртом. Добавьте немного тени, и иллюзия завершена. Параидолия – это не воображение, а узнавание. В самом расцвете ученые, изучающие марсианские изображения, хорошо осведомлены об этом искажении восприятия. Именно поэтому они полагаются на фотографии с разных ракурсов, спектральный анализ и 3D-модели, прежде чем делать выводы. То, что на одном снимке кажется статуей, с другого ракурса может стать неузнаваемым. Тем не менее, человеческий мозг продолжает видеть смысл в случайности, а Марс с его бесконечными формами и тенями предоставляет для этого идеальное полотно. Даже подготовленные исследователи не застрахованы от параидолии, поэтому научные методы так важны. Но общественный интерес к этим иллюзиям не угасает, особенно в одном месте – Сидонии. Регион Сидония стал знаменит благодаря фотографии, сделанной аппаратом Викинг Ии. Но помимо этого снимка, что это за место? Сидония находится в северном полушарии Марса, между гладкими равнинами и пересеченными возвышенностями. Она усеяна столовыми горами, буграми и эродированными холмами, образованиями, сформированными миллиардами лет естественных изменений. НАСА тщательно изучило этот регион. Его рельеф указывает на древнюю водную активность. Возможно, здесь когда-то были мелкие моря или происходили ледниковые процессы. Но никаких признаков искусственных сооружений не обнаружено. Позднее миссии подтвердили это с помощью топографической съемки и спектроскопии. Лицо – лишь один из холмов странной формы. Интересно, что другие близлежащие образования привлекли внимание общественности. Они напоминали пирамиды. Однако детальный анализ показал, что они образовались естественным путем. Углы и расположение этих объектов не были математически точными или последовательными. Они были всего лишь результатом эрозии и случайного совпадения. Миф окидонии живет в поп-культуре, но в научном мире это урок осторожности. Визуальные впечатления сильны, но они не являются доказательством. А если вы хотите понять планету, одной фотографии недостаточно. Нужны инструменты и правильные инструменты. Марсоходы – это не просто камеры на колесах. Они представляют собой передвижные лаборатории. Марсоход Perseverance оснащен набором современных инструментов для съемки, включая Must-Cam Z, SuperCam и систему Sherlock. Эти приборы делают гораздо больше, чем просто фотографируют. Они раскрывают текстуру, состав и структуру так, как человеческий глаз никогда не смог бы. Must-Cam Z – это стереоскопическая камера, которая делает снимки в нескольких диапазонах волн. Она может приближать удаленные объекты, делать 3D-снимки и помогать создавать цифровые модели рельефа. SuperCam использует лазеры для испарения породы и анализа светового сигнала, чтобы определить, какие минералы присутствуют. Sherlock, сочетая в себе спектрометр и камеру, ищет органические соединения. Вместе эти инструменты позволяют ученым изучать объекты с поразительной детализацией. Камень, который издалека кажется загадочным, при тщательном рассмотрении может оказаться вулканическим базальтом или осадочным сланцем. Здесь нет места иллюзиям, только данные. Каждое лицо или череп, увиденные на исходных фотографиях, проходят через этот строгий анализ. Вот как НАСА отделяет факты от вымысла. Технологии видят то, что не может увидеть человеческий глаз. И благодаря этим инструментам мы знаем о Марсе больше, чем когда-либо прежде. Не только как он выглядит, но и из чего он состоит. Тем не менее, даже когда наука ведет за собой, любопытство не утихает. За последние два десятилетия миссии на Марс прислали тысячи изображений, а вместе с ними – десятки предполагаемых аномалий. Онлайн-сообщества часто указывают на камни, напоминающие инструменты, кости или здания. Каждое изображение вызывает новую волну спекуляций, но раз за разом научный анализ показывает одно и то же. Природные образования, неверно истолкованные пытливыми глазами. Среди самых известных находок – камень в форме ложки, другой напоминающий дверной проем, и даже один, получивший прозвище «марсианская женщина». Все эти объекты были быстро изучены и объяснены. Ложка. Тонкий кусок эрадированной породы, скорее всего, сформированный ветром. Дверной проем – просто естественная трещина в слоистом утесе. Женщина. Небольшой камень, отбрасывающий длинную тень в нужное время дня. НАСА не скрывает эти изображения. Они в открытом доступе. Ученые поощряют людей смотреть на необработанные фотографии, надеясь, что это пробудет интерес к настоящей геологии. Но общественная интерпретация часто опережает научное терпение. То, что начинается с любопытства, может перерасти в теорию заговора. Тем не менее, каждое неправильно истолкованное изображение привлекает внимание к Марсу и инструментам, с помощью которых мы его исследуем. Важно не только то, что мы видим, но и как мы это понимаем. За каждой фотографией скрывается более глубокая истина, которую можно раскрыть не только зрением. Когда вирусные изображения марсианских лиц и черепов заполняют интернет, НАСА часто оказывается в странном положении, балансируя между общественным любопытством и научной ясностью. Сенсационные заголовки привлекают внимание, но редко отражают то, что показывают данные. Агентство обычно реагирует с терпением, предлагая подробные разъяснения и сравнения с геологией Земли. Ученые не высмеивают тех, кто видит лица или структуры. Они понимают, как работает человеческое восприятие. Вместо этого они делают упор на просвещение. Они объясняют эрозию, слои осадочных пород и влияние освещения. Они публикуют изображения с более высоким разрешением, 3D-моделей рельефа и химические анализы. Каждый раз, когда распространяется миф, наука отвечает контекстом. Тем не менее, это не всегда просто. Сенсационализм распространяется быстрее, чем наука. И хотя маргинальные теории могут привлекать зрителей, они часто заглушают настоящие открытия. Открытие о климате Марса, его водной истории и геологии. Вот почему научное просвещение становится жизненно важным. Вовлекая общественность, исследователи могут направить интерес к настоящим вопросам. Была ли там жизнь? Как Марс потерял свою атмосферу? Что рассказывает нам его геологическая летопись? Наука не пытается убить чувство удивления, она его совершенствует. Потому что истина, когда ее полностью понимаешь, оказывается более захватывающей, чем вымысел. Так что же на самом деле показывают эти лица и черепа? Не признаки древних цивилизаций, а свидетельства динамичной планеты, сформированной временем, ветром и ударами метеоритов. Каждый причудливо сформированный камень, каждая иллюзорная структура рассказывает часть этой истории. Они говорят не об инопланетных архитекторах, а об эрозии, вулканизме и давно исчезнувшей воде. Марс кардинально изменился за миллиарды лет. То, что когда-то было более влажным, возможно пригодным для жизни миром, теперь стало сухим и замерзшим. Но его камни помнят. Изучая их, ученые проследили наличие древних русел рек, обнаружили залежи глины и нашли органические молекулы. Зарытые под поверхностью. Эти улики намекают на то, что Марс когда-то мог поддерживать микробную жизнь. Не грандиозные памятники о микроскопических выживших. Так называемое лицо на Марсе может быть игрой света и тени, но оно стало толчком для десятилетий исследований. Оно привлекло внимание к далекой планете и породило вопросы, которые стоило задать. И гоняясь за иллюзиями, человечество нашло нечто более долговечное. Стремление понять. Не просто верить. Марс все еще говорит. Не через статуи или послания, а через данные, пыль и камень. И те, кто внимательно слушает, становятся свидетелями того, как разворачивается настоящая история.